Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом шоколадно-кокосового бисквита. Этот бисквит получается очень нежный, воздушный, ну и конечно же безумно ароматным, так что советую его приготовить. Для данного рецепта нам понадобится 2 столовые ложки какао, 4 яйца, 50 грамм растительного масла, 50 грамм сметаны, 80 грамм сахара, полстакана кокосовой стружки и 80-100 грамм муки, зависит от клейковин. Яйца соединяем с сахаром и ставим взбиваться в миксер до пышной белой пены. У меня на это ушло 5 минут. Как только яичная масса стала пилой и пышной, начинаем добавлять сметану. Делаем это крайне осторожно для того, чтобы наша масса опала как можно меньше. После того, как добавили всю сметану, вливаем тонкой струйкой наше растительное масло. Делайте это как можно медленнее, для того, чтобы масса осталась как можно более пышной. Теперь оставляем в миксер, вымешиваем еще приблизительно полминуты. Можно также сделать это и лопаткой. Тут смотрите сами, как вам удобнее. Вот такая в итоге у вас должна получиться пышная масса. Теперь смешиваем какао с мукой и кокосовой стружкой и начинаем аккуратно добавлять в нашу яичную смесь. Делайте это поэтапно, для того, чтобы ваша смесь опала как можно меньше. Так как чем интенсивнее вы будете мешать, тем больше будет опадать наша масса. Вымешиваем всегда в одну сторону, как бы поднимая массу снизу вверх. Вот такой приблизительно консистенции должен быть ваш бисквит. Теперь мы перекладываем его в форму диаметром 18 см. Обязательно стучим по столу, для того, чтобы вывести все остатки воздуха. Ну и конечно же накрываем сверху пальбой, для того, чтобы наш бисквит был как можно более ровный. Выпекаем бисквит приблизительно 30-40 минут при температуре 180 градусов. Проверяем готовность на сухую шпажку, либо зубочистку. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok